В Нижегородской области начнется масштабная программа по строительству новых школ. Об этом на днях во время заседания правительства сообщил губернатор региона Валерий Шанцев. За 10 лет планируется построить 71 учебное заведение. Тема продолжит Светлана Глазова. Что такое вторая смена сейчас знают в каждой пятой школе региона, но скоро об этом можно будет забыть. В следующем году в Нижегородской области стартует новая программа по строительству школ. Всего будет построено 71 учебное заведение и 25 учебных корпусов. А это более 56 тысяч дополнительных учебных мест в 34 районах области. Программа строительства детских садов, да, действительно, она заканчивается 2015 годом с точки зрения обеспечения местами детей в возрасте от 3 до 7 лет. И с 2016 года начинается программа ликвидации вторых и третьих смен в школах. Это потребует, безусловно, расширения материальной базы. Нам за 10 лет, программа будет реализовываться в эти сроки, нужно будет построить 71 новое школьное здание. Это очень емкая материальная программа, которая потребует и земельного ресурса, и энергетических ресурсов, и финансовых ресурсов. Идею строительства новых школ поддержали и нижегородцы. Они уверены, современные кабинеты и новое оборудование – это не только новые знания, но и новые возможности для детей раскрыть свои таланты. Дети будут в одну смену ходить. Они не будут, у них больше будет возможностей. Скорее всего, если новая школа, значит, там новые возможности. Спортзалы будут побольше. Обязательно хорошие учителя. Это главная составляющая? Конечно. А оборудование современное? Ну, оборудование, конечно, тоже нужно, но не в той степени. Сейчас детей много достаточно первоклассников, я сама учительница. Поэтому, конечно, нужны новые школы, более современные, с новым оборудованием.